Теперь мы поговорим об общественном транспорте, которое является важным элементом в создании комфортного проживания. И общественный транспорт — это не только автобусы, троллейбусы, трамваи, это и такси, каршеринг. Это тоже является видом общественного транспорта. И что интересно, если мы возьмем Берлин, то на общественный транспорт там ездит 27% населения. У нас в Уфе 42%. Если еще что интересно, где-то 13% в Берлине передвигается на велосипедах и, как сейчас модно говорить, электросамокатах. То есть это вот тоже важная составляющая. У нас небольшая доля. И пешком там ходят 31%, а у нас это 21%. То есть если посмотреть, там получается потребность в передвижениях меньше. От чего это зависит? Это, прежде всего, зависит от грамотности градостроительной политики. То есть если градостроительная политика, когда она осуществляется, старается сделать так, чтобы ко многим центрам притяжения можно добраться было пешком. И в Берлине, как мы видим, они эту проблему решили, хотя их мегаполис в несколько раз больше, чем Уфа. Но я надеюсь, что наши архитекторы со временем тоже придут к тому, что меньше нужно будет ездить на транспорте, а больше ходить это и полезнее, это и лучше. Но тут еще надо говорить о том, что многое зависит от уличной дорожной сети, которая у нас есть. Она не соответствует нашим потребностям, потому что она фактически основа была создана еще в советское время. Новые магистрали у нас только Салават Юлайва, которая действительно сильно улучшила ситуацию в городе. И остальное, если взять внутри города, у нас не так много дорог, которые построены заново и улучшили ситуацию в городе. И так как у нас ездит транспорт по той уличной дорожной сети, неоптимально, естественно, его качество незначительно отличается от уличной дорожной сети, потому что они не летают по воздуху. Кроме этого, надо учесть, что в свое время администрация города Уфы предприняла героические усилия и разрушила эффективно работающую систему трамвайного сообщения. То, что с проспекта убрали трамвай, это стратегическая ошибка, которая была недопустима, но она произошла. Вообще, если говорить об общественном транспорте, задача государства, муниципалитета, прежде всего, удовлетворить транспортный спрос населения при наименьших затратах. К сожалению, у нас в Уфе это не совсем так получается. Например, то, что у нас трамваи ходят в безобразственном состоянии и по тем маршрутам, которым очень мало пользуются, но Уфа на них тратит в среднем полмиллиарда рублей. И, скажем честно, если пустить по этим линиям бесплатно автобусы, для бюджета было бы дешевле. Говорить о том, что трамваи не нужны, это будет неправда, потому что они решают многие проблемы. Вот если мы посмотрим проспект Октября, он совершенно не справляется со своей задачей в форме общественного транспорта. И сейчас у нас по проспекту Октября зачастую мы видим транспортные пробки, возникающие из автобусов. И в связи с тем, что, допустим, на округале есть ряд других остановок на проспекте, остановки не успевают справляться с автобусными обслуживаниями, потому что в целом автобус, как сесть-выйти, это нужно минимум минуты. То есть фактически больше двух автобусов на остановку не поставишь, если большие автобусы. И получается, что не больше 120 автобусов может обслужить одна остановка. А у нас проезжает до 300-400 в час пека. И, естественно, там стоят очереди из автобусов, которые ждут, чтобы они могли обслужить. Вторая проблема у нас – это финансовая модель, которая удобна для коррупционеров. Почему? Потому что сейчас есть выгодный маршрут, есть невыгодный маршрут. Есть определенные договора составлены так, что можно одни контролировать и наказывать, других можно не наказывать, если не контролировать. И это связано с тем, что перевозчик получает напрямую деньги от пассажиров. И поэтому у нас, если мы посмотрим, в час пик, там автобусные гонки, кто быстрее заедет, кто быстрее заберет. А в вечернее время автобусы не ходят. Потому что они деньги не получают, им невыгодно ездить. А в крупных мегаполисах, наиболее успешных, деньги от пассажиров получает муниципалитет или уполномоченные милиции. В результате этого автоперевозчик получает только за то, что он совершает поездки в соответствии с утвержденными требованиями. И там нет гонок. И автоперевозчик, ему выгодно совершать все поездки вне зависимости от загрузки пассажира. И естественно он ездит и за это получает деньги. Сделал рейс, за этот рейс он получает энную сумму в зависимости от километража. Все вроде бы просто. У нас чиновники многие говорят, что переход на эту модель очень дорого. Я хочу не согласиться, потому что в Перми уже фактически перешли на эту систему. И система бюджетного финансирования там не намного отличается от системы бюджетного финансирования в Уфе. Но там этот вариант прошел и они работают достаточно успешно. И здесь как раз сразу идет несколько положительных эффектов. Автоперевозчики заинтересованы в том, чтобы осуществить перевозку. И в соответствии с этим они заключают контракт на оказание обслуживания автобусами. И они могут это планировать на 5-10 лет вперед. Это позволяет им как бы снизить риски и стоимость уже их услуг становится меньше. Муниципалитет более внимательно относится уже к маршрутной сетке. К маршрутному планированию. И вот здесь у нас самая главная проблема в том, что у нас вроде бы есть планирование транспортное. Но реально транспортный спрос не изучается. У нас все делается на коленке. Отсутствие комплексного исследования транспортного спроса, куда человеку надо ездить каждый день, приводит к тому, что маршрутная сеть не соответствует требованиям жителей. И поэтому в большинстве случаев они просто не могут уехать вовремя и приехать куда им нужно. Из-за этого у нас автомобилизация растет. Мы вообще один из самых по уровню автомобилизации на первых рядах. У нас автомобилей в полтора раза больше, чем в Москве. Хотя там люди более состоятельные. Но общественный транспорт там работает значительно лучше, чем у нас. Нам говорили, что вот у нас будет много автобусов и решится проблема. Я скажу так, для многих может это казаться новостью. Вот этих автобусов, которые используются в перевозках, в Башкирии в два раза больше на 100 тысяч населения, чем в Татарстане. А качество значительно хуже. Ежегодно есть такая компания, симметра, которая постоянно оценивает качество общественного транспорта. И постоянно составляет рейтинг. Так вот, из 18 городов-миллионников Уфа на 16 месте. И если вот этот свежий, то есть в 24-м году составлен, в 23-м году мы были на 14-м месте. И когда нам говорят о том, что транспортное обслуживание улучшилось, но я хотел бы сказать, что не надо обмануть. И самое худшее, когда мы говорим о том, как у нас обслуживаются пассажиры, есть определенное финансирование. То есть, когда по регулированным тарифам перевозчики привозят людей, то есть там татация. Получается, если возьмем непосредственно железную дорогу, 50% получают они. А перевозят около 1% пассажиров. Это связано с тем, что они умеют лоббировать свои интересы. Вот в стоимости билетов, которые мы платим, 2 трети, а по некоторому направлению до 80%, составляет дотации республиканского бюджета. Я думаю, было бы лучше эти дотации направить на зарплату врачей, на зарплату учителей, пенсии. А не давить богатым дятям, которые на этом неплохо существуют. Также, если мы говорим о транспортном обслуживании, самое главное в этом хаосе, который у нас творится, а это действительно, я считаю, хаос, непосредственно связано с тем, что у нас нет четкого планирования и нет понимания, а куда нужно направлять средства и какие виды транспорта развивать, а самое главное, какие маршруты перераспределять. Например, мы говорим много о трамвае, но так как они идут по второстепенному направлению, а состояние трамвайных путей как в военное время, то и результаты там, вот просто, я еще раз говорю, в цене билета где-то до 80% это бюджетное субсидирование, дотация. И нам нужен трамвай. Он должен идти от дворца культуры машиностроителей до центра, опускаясь до набережной. Это позволит где-то до 30% охват пассажира, потому что пешеходная доступность будет где-то 30% этой линии. И это позволит снизить как бы удельные затраты на одного пассажира, потому что загрузка будет достаточно высока. И скорость движения, это тоже она повысится, потому что они будут идти по выделенным линиям, то есть непосредственно уже их надо, есть система ограждения трамвайных путей от проезжей части. И это позволит как раз решить главные транспортные задачи нашего города. Стоимость проекта, она где-то будет, наверное, сейчас уже стоить 25 миллиардов рублей. Конечно, это высокая цена, но, с другой стороны, это позволит комфортно проживать в нашем городе. И позволит нам нормально, то есть, если кто-то захочет уехать из Черняковки в центр, достаточно быстро это сделать. Но для этого нужна воля политическая, воля административная. И самое важное, нужны партнеры. У нас метаний по транспортной реформе очень много, особенно по концессионным соглашениям. Но так как мы не определили четкие цели и задачи, было три возможных проекта, все компании, которые могли, начиная с МАВИСТа, они просто отказались работать, потому что им не дали конкурентного предложения, позволяющего окупить их затраты, эффективно работать. Наверное, будет правильно, если бы наш транспортный блок в правительстве немножко поменять и привлечь компетентных людей, некоррумпированных. И они могли бы, чтобы эту задачу решить, потому что все-таки комфортное проживание начинается с мобильности. И когда мы говорим о высоком уровне автомобилизации, люди не с хорошей жизнью покупают автомобили в большинстве случаев, потому что в них существует потребность ежедневно куда-то ездить. Вот взять в Москве, там полтора раза меньше. Но там хорошо работает общественный транспорт, и мне хотелось бы, чтобы так же хорошо работал в Уфе. Я надеюсь, что правительство все-таки займется этим вопросом, а приставит разглагольствовать, делать громкие обещания, а потом забывать о них. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»